Отток населения из Великого Стюгского округа – один из ключевых вопросов очередного заседания Общественного Совета. Несмотря на богатые духовные и культурные наследия, активное решение вопроса благоустройства, работы над повышением качества жизни у стюжан, ежегодно люди продолжают переезжать в другие города и регионы. Будущее любого края за молодежью, которая, увы, покидает родные места. У нас было мероприятие, день российской молодежи. Поздравляли, говорили слова, что будущее за молодежью, потому что это смена поколения, дети рождаются, там ребенок, младенец, ребенок, подросток и так далее, и так далее. То есть впитывает все эти вещи, но и самое главное – любовь к малой родине, земле, выбирает профессию, остаются. И вот с этим набором приобретенных, скажем так, такому молодому активному возрасту, знаний, навыков, в том числе и русской культуры, и во всех ее проявлениях, и является тема, скажем так, может, громко, авангардного общества, которое участвует в смене поколений, принимает, и статует нас более старшего поколения, и вот это развитие продолжается. Но мы это чувствуем, что здесь у нас не все здорово. Территорию покидают спортсмены, педагоги, врачи, бизнесмены и молодежь практически всех профессий. В чем причина? Только ли в материальных ценностях? Или, возможно, в процессе образования, которое не дает должного воспитания вкупе со знаниями по предметам? Над проблематикой и рассуждали сегодня общественники. Все мы помним в советской школе, что учитель был воспитателем и обучателем. Безусловно, понять первопричины происходящего за одну встречу невозможно, особенно без участия главных действующих лиц – молодежи. Члены общественного совета решили, что важно услышать мнение всех категорий молодых истюжан – школьников, студентов местных учебных заведений, студентов, которые уехали получать образование в другие регионы и могли бы вернуться обратно, а также работающие молодежи. Потому что рассуждать о том, как сделать так, чтобы молодежь стала не слышанной на молодежи – просто бесполезно. В каком формате это делать – здесь, наверное, стоит обсудить нам все вместе. Мне это видится, возможно, встречи, круглые скалы, открытое обсуждение. Здесь же нужно учесть, что у нас есть ресурс соцсетей, который как раз и задействует в большей степени молодых людей. То есть это и группа администрации округа, и группа общественного совета, которые хотели бы тоже немножечко взбодрить в этом плане. И, безусловно, личная страница участников общественного совета, потому что у каждого из нас своя аудитория, плавная, скажем так, которая нам доверяет, которая нас знает, которая нас слышит, и, соответственно, с которой у нас есть контакт и может получиться взаимодействие. В планах общественного совета провести социологическое исследование среди молодежи. Отток людей – это дефицит профессиональных кадров, которые нужны предприятиям и развитию экономики округа в целом. Сейчас этот дефицит ощущается практически в каждой отрасли. Поэтому важно, чтобы дети узнавали о возможности будущего трудоустройства в родном округе как можно раньше. Для этого планируют проводить Дни открытых дверей в организациях и на предприятиях, а также организовывать стажировки для школьников. На следующем заседании общественного совета этот вопрос будет вновь поднят. На встречу пригласят и представители всех заинтересованных сторон. Еще одной темой нынешнего заседания стала маршрутизация пациентов с коронарным синдромом. С недавнего времени пациентов, для сохранения здоровья которых важна каждая минута, перестали направлять в медучреждение соседнего Котласа. Мы столкнулись с тем, что больных с коронарным синдромом в настоящее время отправляют лечиться в Вологду с санавиацией. И Устюжан очень волнует то время, которое тратится на транспортировку больных, потому что мы знаем, что ранее была такая практика, когда человека с сердечным приступом везли на скорой в Котлас, это занимало порядка часа, и он получал тут же практически на месте квалифицированную медицинскую помощь. Сейчас это время затягивается, плюс в Вологодской областной больнице, по словам пациентов, тоже перегрузки, им приходится ждать вот этой помощи. Соответственно, встал вопрос среди жителей Великорусского округа, почему бы не вернуться к той практике, когда больные с коронарным синдромом отправляют в Котлас. В причинах отказа приема пациентов в Котласе предстоит разобраться. Для этого общественным советом принято решение обратиться в Департаменты здравоохранения двух регионов и совместно проработать пути решения вопроса. Не сравнив официальные ответы, мы не можем достоверно утверждать, в чем причина, и не можем, соответственно, жителям Великорусского округа пояснить, почему нельзя возить на скорой в Котлас. Давайте безотлагательно обращаемся, может, после приема губернатора, может, кто-то просто не хочет стыковать, мы находимся на территории одного государства, и что у нас на границе Волоковской и Аркадемской области, скажем так, кроме административных вещей, еще имеют такие барьеры, что это жизнь людей зависит. Аналогичное письмо будет направлено и в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования. После получения ответов общественники вернутся к работе над решением проблемы у стюжан с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.